В эфире телеканала Видный ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видновском перинатальном центре родился 40-тысячный малыш. Ждали, считали. Он должен был родиться перед Новым годом, и он родился. Житель Ленинского городского округа спасатель Дмитрий Чесноков отмечен наградой губернатора. Почетное звание заслуженной пожарной Московской области присваивается Чеснокову Дмитрию Васильевичу, Ленинский городской округ. В Видновском историко-культурном центре открылась персональная выставка художников Сергея и Дарьи Ковалевых «Как прекрасен этот мир». Это наша, конечно, улица школьная, наши замечательные домики старые. Видновский перинатальный центр неизменно радует жителей Ленинского городского округа только хорошими новостями. Теперь здесь есть еще один повод для гордости. В центре родился 40-тысячный малыш. Врачи тщательно ведут счет всем малышам, родившимся здесь, с 1 июня 2013 года, когда Видновский родильный дом получил статус перинатального центра. Но даже для опытных акушеров обстоятельства появления 40-тысячного малыша стали сюрпризом. Семья, в которой он родился, весьма необычно по современным меркам. А потому, рассказывая об этом достижении, руководитель Видновского перинатального центра Тамара Белоусова не может сдержать улыбки. Это чудесное событие совпало еще с тем, что родила его женщина 30 лет, у которой были 9-й роды и 10-й ребенок. Все в одном. Прошедший год в перинатальном центре был богат на события. Не так давно здесь родилась тройня, явление тоже не рядовое. Надо отметить, что подсчет родившихся ведется и с 1987 года, то есть со дня открытия тогда еще Видновского родильного дома. И эти цифры еще более впечатляют. Мы сегодня в статистике поднимали, 1362 ребенка мы родили. Представляете, это огромный, достаточный город, Подмосковье. Мама и малыш, оказавшиеся 40-тысячным наврожденным, чувствуют себя хорошо. А врачи перинатального центра поздравляют всех жителей с наступающим Новым годом. 27 декабря свой профессиональный праздник отметили спасатели. Дмитрий Чесноков, житель Ленинского городского округа, за многолетний труд и работу в самых сложных условиях. В Доме правительства Московской области он был отмечен наградой губернатора. Подробности в нашем сюжете. Почетное звание заслуженной пожарной Московской области присваивается Чеснокову Дмитрию Васильевичу, Ленинский городской округ. Я испытываю чувство гордости в первую очередь не за себя, а за всех нас, за всех коллег, которые стоят 24 часа в сутки на страже Московской области для спасения жизни людей. Сейчас в Подмосковье около 13 тысяч человек работают спасателями. В торжественной обстановке профессионалов нелегкого дела поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. И за всю историю этого доблестного ведомства в разных уголках страны спасатели, люди разных профессий выручали и находились рядом с теми, кто оказывался в критических сложных ситуациях. Первое отделение на выезд. Деревня Жапкино, улица Троицкая, дом 10А. Вид раздымления. Более 18 лет службы, 14 из которых в должности помощника начальника караула. Дмитрий Чесноков признается, за все время его работы не было ни единой похожей чрезвычайной ситуации. Каждый вызов индивидуален, но всякий раз решение нужно принимать немедленно. Риск должен быть оправдан. И если нас учат, и мы тренируемся таким образом, чтобы при угрозе жизни для здоровья людей мы осознаем весь риск и идем на этот риск сознательно. Дмитрий – первый пожарный в своей семье. Это был его полностью осознанный выбор. Профессия мужественная, благородная, требующая хорошей физической подготовки. Работать в такой сфере дано не каждому. Спасать жизни тысячи людей, рискуя своей. Каждый пожар, он не похож на предыдущий, но нас учат, и мы тренируемся подавлять, стараться подавлять свои эмоции и действовать согласно тому, чему нас учили. И откладывать эмоциональный фон на второй план. Это коллективный труд, подчеркивает Дмитрий. Он всегда делится опытом, помогает новобранцам. В таком нелегком деле главное действовать слаженно. Каждый боец должен строго следовать приказам старшего по званию, ведь от этого будет зависеть успех всей операции. У него работа хороший, отличный мужик. Если он так оценен высоко, соответственно, не бывает такого, что ты где-то в быту какой-то, скажем, не очень хороший, а тут на службе ты такой отличный воин. Так не бывает. То есть, как правило, это в совокупности все эти показатели, они друг на друга накладываются. Дмитрий Чесноков уверен, в пожарной охране случайных людей нет. Эта профессия поистине героическая. Зачастую случается так, что доли секунды могут решить судьбу человека. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В новогодние каникулы кто-то будет отдыхать, а кому-то предстоит поработать. Речь идет о муниципальных службах и учреждениях, которые вне зависимости от праздников будут обслуживать население. По какому графику узнала наш корреспондент Юлия Погосян. Для одних новогодние каникулы – полное погружение в отдых. Для других эти восемь выходных дней – обычный жизненный процесс, поэтому многие учреждения не прекращают свою деятельность. Так районная поликлиника готова будет обслужить пациентов 3, 4, 5 и 6 января. Причем принимать будут не только терапевты. 3 числа работает терапевт, кабинет неотложной помощи обязательно. И для оказания экстренной помощи – отоларинголог-врач. 4 также работают терапевты дежурные, потом кабинет неотложной помощи, врач-травматолог, потом врач-хирург, врач-окулист. 4 числа, значит, 5-го – только дежурный терапевт, и 6-го – тоже только дежурный терапевт. Вызвать врача надо можно будет в любой день этих долгожданных новогодних каникул. В случае, если во время праздников вам срочно понадобится воспользоваться услугами многофункционального центра, то запомните график его работы. 31 декабря до 19.00 и только на выдачу готовых документов. Далее сотрудников МФЦ ожидает отдых вплоть до 6 января. Но и в этот день будет доступна лишь одна услуга. На услугу выдачи свидетельств о погребении. Мы с января запускаем новую услугу. Работаем по регистрации смерти и выдаче свидетельства о смерти. 6-го числа с 8 до 8 для заявителей мы работаем на погребении этой услуги. Такое решение было принято в связи с маленьким потоком заявителей в эти праздничные дни. Следующий рабочий день – 9 января. С этого момента многофункциональный центр начнет работать в штатном режиме. Также хотелось бы от лица нашего коллектива поздравить всех местных жителей городского округа Ленинска, и не только гостей с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. Пожелать хороших праздников, семейного счастья и благополучия. Я думаю, что 2020 год будет интересным для нас всех. На рабочем месте Новый год встретят сотрудники Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Пока вся страна будет отдыхать, им предстоит обеспечивать жителей Ленинского городского округа теплом и водоснабжением. Следить, чтобы все работало без перебоев. У нас постоянно на рабочих местах будет присутствовать аварийный персонал, который будет располагаться здесь, в здании ПТО ГХ. Также обеспечен он будет автотранспортом. И периодически будут совершаться объезды по городу, по нашим, по всем объектам, для того, чтобы контролировать исправность их работы. В случае каких-то непредвиденных ситуаций у нас составлен график дежурства, и дополнительные силы будут привлечены буквально в течение одного часа. Если в празднике вам будет необходимо воспользоваться еще какими-либо услугами, уточняйте режим работы учреждений заранее. Это облегчит продвижение ваших дел. И пусть в новом году у вас все получается вовремя. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. ВиднетВ. Графика, этюды, выполненные маслом и более ста акварелей. В Видномском историко-культурном центре открылась персональная выставка художников Сергея и Дарьи Ковалевых «Как прекрасен этот мир». На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Екатерины Борисовой. Он работает с акварелью «Она» с маслом. В работах отца и дочери Ковалевых угадывается их общая профессия – архитектура. И именно она – главная тема большинства работ. Персональная выставка Михаила и Дарьи Ковалевых под названием «Как прекрасен этот мир» открылась на днях в Видномском историко-культурном центре. И отец, и дочь – успешные архитекторы. Но тяга к живописи с годами никуда не делась. Ведь именно с этого все и началось. В армии я стал рисовать по портретам со служивцев. Причем вот сажал каждого и набрал довольно-таки большую такую вообще ящик этих самых работ. Приехал в Москву, думал поступать сначала в Строгановское, а потом приехал в Мархи. Они увидели мои работы, он говорит, парень, ну что ты, давай к нам, в архитектуру выйти. О том, что все-таки связал свою жизнь с архитектурой, Михаил не жалеет. Но все свое свободное время старается посвящать живописи. Он работает в основном с акварелью. Многие пейзажи написаны по-мокрому. Именно благодаря этой технике картины воздушные, цвета плавно переходят друг к другу и практически не видно границ. Акварель, она как бы близкая к графике. И вообще вот я считаю, что самовыражение акварелью, ну даже интереснее, чем когда пишешь масло. Потому что масло можно там где-то переделать, что надо работать. Акварель надо сразу писать. То есть вот ты вот взял лист и как говорится бахнул. Немало в коллекции Михаила и работ, в которых угадываются знакомые улочки и пейзажи. Около 20 картин художник посвятил Ленинскому району. Это наша, конечно, улица школьная, наши замечательные домики старые. С этой работой, одной из таких работ, да, улица школьная, Михаил принимал участие в конкурсе «Моя семья, мой дом, наш край родной», где он занял первое место. Почти все представленные на выставке картины написаны с натуры. За созданием каждой наблюдала супруга живописца – любовь. Быть женой художника – дело непростое, признается она. Ведь многие бытовые моменты ложатся именно на ее хрупкие плечи, пока муж пишет картины. На даче, когда мы приехали в давние времена, лет 20 назад, и не было даже дров, и стопить нужно было печку. А был вечер, март, закат. И вот мы, значит, ну нужно было их попилить. Он остановился, мы начали это делать, он потом остановился и сказал, нет, ну какие дрова могут быть, посмотри какой закат. Дочь Сергея Ковалева, Дарья, тоже талантливый архитектор и художник. Сейчас она живет и работает за границей, поэтому приехать на открытие выставки не смогла. Здесь представлены ее графические работы и этюды, выполненные маслом. На торжественном открытии собралось много родственников и друзей династии художников. Точно так же, как и в прошлом году, это потрясающе. Буду продолжать еще здесь ходить. Нам, слава богу, дали возможность походить самостоятельно, потому что с курсоводом хорошо, интересно. Но иногда хочется где-то задержаться. Я вообще люблю акварель, очень. Я, в принципе, тоже рисую. Но это, конечно, даже сравнения нету. Это можно сказать, что вообще я нулик. Но это мое, понимаете? То есть, опять же, любая работа, ну, так сказать, вы можете сказать, да, ну, вроде это, конечно, все хорошо, но только это не мое, а это мое. Вот я могу здесь ходить бесконечно. Мне очень нравится. Оценить экспозицию можно в часы работы Историко-культурного центра до 26 января. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Что вы делаете, когда чувствуете грусть? Почему не стоит бояться будущего? Ответ на эти и многие другие вопросы дает театр-студия «Маска» в своем спектакле «Детские сны». Предновогодний показ состоялся в минувший четверг в районном центре культуры и досуга города Видное. В районном центре культуры и досуга состоялся предновогодний показ интерактивного спектакля «Детские сны». Перед началом для разогрева публики прошла игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети от души порезвились, а зрители постарше поделились, почему решили прийти на праздник. Я жду радость, конечно, очень много нового настроения будет. Мне очень нравится костюм актеров. Все очень радужно, празднично прям. Слышала очень хорошие отзывы от спектакля, они же уже раньше его показывали, поэтому жду хорошее настроение. О чем думают дети, оставшиеся одни в комнате вечером? Спектакль «Детские сны» дает ответ на этот вопрос. Маленькая девочка Василиса, главный герой программы, чувствует, что ей перед сном грустно. Она рассказывает об этом своей плюшевой игрушке с луну, который позже приводит ее к ангелу и чудикам. Мы слышим всех детей на планете. И маму, и папу твоих тоже слышали. Ведь когда-то они были маленькими. Путешествуя с ангелом по миру снов, Василиса видит океан с рыбами и заходит в гости к волшебнику-кукольнику, который может оживить любую игрушку. Но не зря спектакль назван интерактивным. Юные зрители сами смогли стать частью представления. Как вы думаете, из чего можно сделать куклу? Секундочку. Из носка. Куклу можно сделать из носка. Так, желательно, чтобы носок был новый и чистый. Из чего можно сделать куклу? Из дерева. Из дерева, ну конечно. Из дерева получаются замечательные куклы. Постановку Маска показывает не первый раз. И как отмечают артисты, подходит она для зрителей любого возраста. Ведь главное – достучаться до каждого. Самое главное в этой постановке то, что она добрая. Точнее тут не скажешь. Она добрая. И это есть ее главная суть. Наш спектакль учит, чтобы в основном дети не боялись сделать выбор. Потому что сейчас это, скажем так, основная проблема всех подростков. Спектакль «Детские сны» в «Видном» встретили с радостью. После выступления артисты с удовольствием делали фотографии с гостями. Так о чем же мечтают дети, оставшись в комнате вечером? Приходи на спектакль и увидишь. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.